Существует стереотип, что после появления ребенка женщина, как правило, перестает вести активный образ жизни и круг ее интересов сужается исключительно до воспитания малыша. С этим готовы поспорить мамы, которые успевают буквально все, а главное помогают развиваться и другим. Надоело вариться в декретном отпуске в собственном соку? Мы – альтернатива скуке и заурядности. Вот их жизненная кредо. 18 сентября самые активные мамы города проведут фестиваль, где молодые родители узнают, насколько интересной может быть жизнь в декретном отпуске. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. И у нас в студии сегодня Елена Питкова, создательница магазина «Слингов». Здравствуйте. Здравствуйте. И Наталья Шипилова, руководитель клуба «Для мам» и девушки-организаторы фестиваля «Мама Патти Вэл». Здравствуйте. Ну, сегодня мы поговорим первым делом про фестиваль. Расскажите, как он появился. Я знаю, что он проходит уже во второй раз, правильно? Нам интересны все подробности. Да, верно. Это второй фестиваль в нашем городе. Первый мы провели 10 июля. И он был настолько успешным, и была настолько активная обратная связь и от гостей, и от мамочек, и от партнёров, что мы решили успеть в этом году провести ещё и второй фестиваль в сентябре. А цель фестиваля — это показать мамам, что декретный отпуск не заканчивается, не ограничивается песочницей или кухней, например. Это время возможностей. Это чудесное время, когда можно прислушиваться к себе, понимать, что я хочу, чем я буду дальше заниматься. Это время для самореализации. И мы хотим показать мамам, что декретное время — это время возможностей. Также фестиваль направлен на то, чтобы вся семья и дети, и мамы могли потрогать, всё пощупать, со всем познакомиться, со всеми товарами и услугами в режиме тест-драйв. То есть это те возможности, которые мамам необходимы для материнства. Какие помощники для мам бывают, какая детская мебель лучше подходит, какие развивающие занятия, какие методики бывают. То есть мы это всё хотим рассказать, чтобы максимально облегчить мамам материнство. Я так понимаю, у вас в первую очередь у самих возникла потребность в таком фестивале, в таких встречах, правильно? Да, на самом деле очень давно хотелось провести что-то подобное. И вообще, так как по воле своей работы и своих занятий с мамочками, конечно, изучаешь опыт других городов. И такие фестивали проходят по всей России во многих городах. Где-то они носят более такой пафосный характер, где-то они более семейные. Поэтому такие же организаторы, таких же клубов, как и наш, они также участвуют со своими локациями. Но так как в нашем городе такого нет, пришлось брать, так сказать, руководство в свои руки. Стать первооткрывателем. Я хочу затронуть к нашему разговору такую проблему. Сегодня, например, я встречаю мам моего поколения, моего возраста. И у них весь мир ограничивается ребёнком. Что это значит? Конечно, это одно из самых главных событий в жизни мужчины и женщины, рождения ребёнка. Это всё здорово, и большая любовь, и всё супер. Но они как будто, мамы я имею в виду, молодые, они как будто выполнили на этом свою жизненную миссию. И они зацикливаются на ребёнке. И впоследствии, может быть, если изначально это нормально, но впоследствии это приводит к каким-то проблемам в семье. Я думаю, что вы тоже с этим сталкивались. И наверняка это тоже одна из причин, по которой вы решили проводить фестиваль. Это действительно так. Женщина — это не только мама. В первую очередь, конечно, мама. Но женщина — это ещё и жена, это ещё и профессионал. И об этих сторонах своей Личности тоже нельзя забывать. И необходимо им также уделять внимание. И вы правильно всё сказали. Проблема такая есть. Мама после рождения ребёнка сужает свои социальные активности. И часто после родовые депрессии после этого случаются. Поэтому не нужно забывать о себе как о женщине, как о профессионале, как о жене. И мы, конечно, постараемся в этом мамам помочь. Мы расскажем попозже о нашем лектории для мам, где будет очень много интересных и полезных материалов на эту тему. А давайте, наверное, перейдём опять к фестивалю и расскажем о его площадках. Что там будет, кому стоит туда прийти, в первую очередь, помимо мам. Расскажите. Ну, я могу рассказать, наверное, о площадках. Вообще, как бы туда можно прийти вообще всей семьёй. В этот раз у нас очень много интересных площадок. Ну, конечно, первая, самая основная площадка, так как праздник для мам, — это всё для мам. Вот, Елена чуть-чуть подробнее на них остановится. Вот, для всей семьи у нас будет папина зона. Это вообще такая популярная зона оказалась. Наши папы у нашего города очень активные. Они так активно записывались на первое пати на своей локации, что нам пришлось закрывать онлайн-регистрацию, чтобы на два дня не растянуть теннисный турнир, например. Представляете, насколько это необходимо людям? Это оказалось, да. На самом деле, люди прям очень большой отзыв был от вообще всей семьи в целом. Там, ну, как бы мы первый фестиваль делали, там было меньше площадок и меньше направлений. Бабушка зона у нас в этот раз. Такие замечательные локации появляются, вот, типа бабушкиной зоны, да, где там специалисты, где они могут поговорить с психологом, послушать лекцию, заняться собой, заняться своей красотой. Скандинавская ходьба для малышей. То есть очень много зон, где вся семья может найти для себя что-то интересное. Я так понимаю, фестиваль эволюционировал по сравнению с... Конечно, у нас добавляются новые зоны. В этот раз у нас будет полноценная бьюти-зона для мам. Там мама может прийти и получить экспресс-услуги по уходу за собой, по визажу, по прическам. Там будут весь день проходить обучающие мастер-классы. Причём мастер-классы с акцентом на то, что это мамы. И времени на себя обычно практически не бывает. Нужно за пять минут соорудить прическу, накрасить губки и так далее. Это мы будут учить наши специалисты. В это время куда деть ребёнка? Самый главный вопрос. В битязоне будет обустроена детская зона с аниматорами. То есть ребёнку будет чем заняться. Будут всевозможные мастер-классы. Любимый всеми мама-маркет у нас также будет работать на фестивале. Мы приглашаем рукодельниц. Уже пригласили, они будут участвовать. Это маркет товаров, созданный мамами для мам. С любовью, с заботой о малышах. Там настолько милые вещицы, что хочется их сразу все унести домой. Будет работать кэнди-бар. Мы пригласили лучших кондитеров города. Они будут обваловать нас своими вкусными творениями, тортиками, пирожными. И полезными сладостями в том числе. Наверное, поделятся рецептами. Обязательно. Если кто-то из мам захочет познакомиться. Давайте подробнее на лектории остановимся. Я думаю, что это одна из самых важных частей фестиваля. Мы очень гордимся в этот раз нашим лекториям. Нам удалось собрать все самые важные и полезные темы для мам. Прежде всего, это самореализация. Декрет — это такое время, когда есть возможность остановиться, снизить темп своей жизни и задуматься. На правильном ли я пути. Занимаюсь ли я тем, что я хочу или нет. Мы приглашаем психологов, которые будут очень подробно освещать эту тему. Я мама, я профессионал. Я мама, я женщина. Как совместить это все в декретном отпуске. Как найти себя. Мы будем давать методики, как совмещать это все с ребенком. Прямо такие небольшие лайфхаки, как это делается. В этот раз мы приглашаем известных мам-блогеров, которым на практике удается вести свой блог на руках с ребенком. Ну и, конечно, свой бизнес в том числе. Будет работать второй лекторий по теме «Мама и малыш». Там мамы смогут получить ответы на вопросы по уходу за малышом. Консультация специалистов. Будет работать консультант по грудному вскармливанию. Это тоже очень важный вопрос. И всегда по нему... Да, сегодня многие отказываются. Очень много вопросов. Да, то есть это действительно важно. Всевозможные помощники для мам, мастер-классы по слингам. То есть для мам вообще огромный вопрос всегда возникает, что делать после родов. В школах для беременных не учат этому. Учат рожать. Максимум первый уход за ребенком. И зачастую маме сложна к восприятию та мысль, что можно посадить месячного малыша в слинг и пойти по своим делам заниматься. А расскажите, пожалуйста, тем, кто не знает, что такое слинг. Вот я не знала, например, до подготовки к программе. Слинг – это приспособление для ношения малыша на себе. Которое устанавливается. Да, только не кенгуру. Кенгуру – это не слинг, не физиологичная переноска. Да, на самом деле в первые месяцы жизни малышу просто необходим мамин ручной контакт, быть у мамы на ручках. Но никто не отменял готовку, уборку, время для себя. Долгие прогулки тоже нужно каждый день совершать. В этом плане слинг действительно мамин помощник. Можно посадить ребенка и делать все это вместе с малышом. Вы мамы, вы отлично выглядите. Вы очень многое успеваете, потому что что такое организация такого фестиваля, я думаю, могут себе представить приблизительно все, насколько это серьезная работа. Может быть, расскажете? Я понимаю, что это, наверное, объемный материал, который будет даваться на лекциях. Но тем не менее, сейчас, каков ваш секрет? Как вы все успеваете и прекрасно выглядите? Я, наверное, сейчас, как спортсмены, которые побеждают в Олимпиаде, скажу спасибо нашим мужьям, нашим деткам, которые, конечно, уже выучили слово «мама-пати». В два года. Тем, кому два года, пять лет все знают слово «мама-пати». Мужья тоже ориентируются в этой теме. На самом деле, нас поддерживают наши семьи, мужья, непосредственные участники «мама-пати» и в роли организации, и всячески поддерживают. Большое им спасибо. И хочется их, так сказать, ценить им уже. Ценить им уже, да, потому что мы иногда думаем, что вот они нас не понимают, не ценят. Вот я же хочу самореализоваться, а вот он меня не понимает. На самом деле, наши мужчины, они такие, как мы этого достойны, поэтому цените, мужчины вас всегда будут поддерживать. Да, это очень важный момент, если честно, потому что все равно одной женщине ей тяжело будет делать все и сразу, и поэтому папы тоже должны поддерживать мам, правда, помогать им. А вы живой тому пример, что все можно успеть и прекрасно выглядеть и воспитывать детей. Я предлагаю сейчас ненадолго прерваться и посмотреть, как проходил первый фестиваль «Мама-пати» ВЛ во Владивостоке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Мы хотим также сделать и вашу жизнь активной, поэтому сегодня вы здесь, мы здесь и надеемся, что дальше вы будете с нами. Мы уже больше часа здесь, гуляем, все понравилось, очень много детишек, дочка радуется, ну не пожалели, что приехали, но очень понравилось. Очень хорошее мероприятие, чтобы почаще такие мероприятия бесплатно проводились, очень весело, с детьми время есть где провести. Всю необходимую информацию о Мама Пати Вэл, включая следующие фестивали, вы можете увидеть вот здесь. А мы продолжаем наш разговор о втором фестивале для мам Владивостока. Мы остановились на папах, на том, что они тоже должны активно участвовать в семейной жизни, так сказать, в воспитании детей, в помощи молодым мамам. И как раз для них тоже есть специальная программа на фестивале, давайте о ней поговорим. Хорошо. Как показал первый фестиваль, папы не хотят отставать от мамы, они хотят быть активными. Поэтому в этот раз у нас в партнерах очень интересные локации, и они сами выходят на организаторов и предлагают, и мы с удовольствием, конечно, цепляемся за них. В этот раз они постреляют из лука, даже не из лука, из арбалета. Там очень много у них видов оружия будет, имеется в виду стрелкового, узнают вообще историю. У них будет айкидошка-зона. То есть они научатся падать и при этом не уронить малыша и маму. Как интересно. Затем у них будет теннисный турнир. Это вот самая такая любимая для них активность, как оказалось. Они готовы два дня рубиться в теннис. А Крэйзи Дарси, надеюсь, что пройдет в этот раз, забеги с колясками. Куда же без этого папа тоже должен быть. Хотя очень много пап на первом фестивале, у нас даже фотоотчет, и очень много пап сидели с колясочками, пока мамы расслаблялись. Поэтому в этот раз они не будут сидеть, они будут бегать и соревноваться за призы. Вроде бы ничего не упустило. Все рассказали. Для малышей тоже будет зона, как мы уже сказали, чтобы не думали родители, что малыши будут предоставлены сами себе. Конечно, обязательно нужно взять с собой всех детей на фестиваль. Им будет чем заняться. Для малышей будет лаунж-зона в таком тихом месте, в очень живописном и красивом, где можно будет поспать. Будет целая локация для того, чтобы поползать, потрогать, пощупать различные игрушки, развивающие материалы. Для детей постарше будет организовано очень много мастер-классов всевозможных. В этот раз у нас даже участвует музей Арсеньевы. Они приготовили очень интересный мастер-класс о вулканах для детей постарше. Поэтому дети обязательно должны прийти на наш фестиваль. Будут работать аниматоры, всеми любимые герои. Будут веселые семейные старты. То есть всей семье будет чем заняться. Я так понимаю, важно прийти и родителям, у которых в семье есть некие разногласия, может быть конфликты. И это их как-то сблизит, я правильно понимаю? Да, у нас будут работать семейные психологи. И так как формат фестиваля не позволяет полноценный семинар провести или лекцию, будут мини-лекции. Но наши психологи готовы работать с семьями. То есть можно будет подойти, у психологов будет бирочка, бейджик. То есть можно будет подойти и спросить какие-то советы, что-то проконсультироваться. То есть всё в рамках фестиваля, все открыты, все психологи, все специалисты. Можно будет спросить у любого. Интересно будет и бабушка. Бабушки, да. В этот раз мы нашли удивительных, во-первых, удивительных людей, которые могут поделиться своим опытом. У нас будет удивительная бабушка, косметолог. Она нереальная просто, её нужно увидеть, её нужно услышать. У нас будет психолог, который будет рассказывать бабушкам о взаимоотношениях с внуками. Как оказалось, по запросам, которые мы проводили перед фестивалем, это очень актуально для всей семьи. Поэтому бабушки, welcome. То есть у вас есть некий интерактив, правильно я понимаю? Конечно. Вы принимаете пожелания, предложения. Расскажите, где это происходит, где вас вообще можно найти. Может быть, к вам захотят подключиться и другие активные мамы, которые не знают пока что, к сожалению, о мамапати ВЛ. Правильно? Расскажите. У нас есть сайт mamapati.ru. Там все контакты и инстаграмы, и вконтакте, и наши телефоны, и электронные почты. Есть форма обратной связи по любым вопросам и открыта к сотрудничеству, к вопросам. И всегда рада звонкам. Я думаю, что подскажу некоторым своим знакомым о вас обязательно. Спасибо. Я знаю, что вы являетесь организатором клуба, маминого клуба, и тоже знаете очень много интересных секретов. Обо всех, опять же, мы здесь рассказать просто не успеем. Это нужно будет прийти на мероприятие и там подробнее познакомиться. Но я думаю, что некоторые советы вы сегодня нам дадите и расскажете о каких-то секретиках, да, как все успеть, будучи молодой мамой. Да, я когда-то работала в школе для будущих мам. Мы готовили женщин к родам. И тогда уже зародилась мысль о клубе, потому что, ну, так как я сама мама, и дважды была в декрете, и ты понимаешь, когда ты выходишь из роддома, что делать дальше. Вот, поэтому у меня в рамках лектория была лекция помощники для мам. Я считаю, что это очень важная лекция, и мне прям хотелось к ней готовиться. Рассказывала на своих примерах, так как я тоже дважды слинга мама, и слинг, можно сказать, спас меня от голода. В каком смысле? Когда мама рассказывает, что как облегчить себе жизнь. Ну как, вот у тебя малыш, он может быть ручным, он не обязательно должен лежать в коляске или в переноске, он хочет на ручке, и это нормально. И ты объясняешь мамочкам в будущем, что можно воспользоваться таким помощником для мам, как слинг, приготовить еду, можно сходить в магазин. И особые вопросы возникли, когда ты рассказываешь, что можно приготовить еду. Они спрашивали, как? Но это же так неудобно. На что можно задать вопрос? Вы когда-нибудь голодали, будучи с малышом? Нет. Вот когда у вас появится малыш, вы поймёте, что любой гаджет для мамы, который может вам облечить жизнь, его нужно использовать. Ведь сегодня их очень много, этих приспособлений нужных и таких необходимых. К сожалению, просто не все знают, не все интересуются. У нас будет целая лекция об этом, про помощники для мам, про медицинские приборы, которые могут понадобиться, про бытовые предметы, которые очень облегчают маму, мамину жизнь на кухне и в доме. И обо всём об этом мы будем рассказывать. Вы мамы обе, и вы обе в отличной форме. Это правильное питание в любом случае, я так понимаю. Будут ли какие-то лекции, советы по правильному питанию? Тем более восстановление после родов, это всегда сложно для женщины. Ограничивать себя нельзя, тем более какое-то время. Расскажите. Да, ну спортивные и лекции, и мероприятия у нас будут. Так как это непосредственно моё поле деятельности, и я являюсь руководителем фитнес-проектов для мам, которые проходят у нас в клубе, поэтому без этого никуда. Во-первых, у нас будут слинго-танцы, то есть танец с малышом на главной сцене, чтобы мамочки понимали, что со слингом не только на кухню, но и везде. Вот. И мама – это звезда, она может позволить себе это. Затем, конечно, правильное питание. Очень многие мамы, будучи на грудном вскармливании, для них это большая проблема. В каком плане? В том плане, что если ребёнок аллергичный, да, они сидят, конечно, на диете на жёсткой, там очень много ограничений. Но если маме позволено кушать всё, но она хочет привести себя в форму, то просто физические нагрузки они, конечно, ну не спасают. Поэтому в любом случае нужно рассказывать, нужно объяснять, нужно приучать, что такое правильное питание, что это не просто голодовка. Для этого мы пригласили специалиста, у нас в этот раз замечательный диетолог, специалист по правильному питанию, он проведёт лекцию. Спортивные активити также будут и для пап. Мы приглашаем фитнес-клуб, который проведёт с ними тренировку. Йога мама плюс малыш. То есть малыш – это не повод заключать себе в четыре стены и мечтать о фигуре, когда вот ребёнок пойдёт в школу. Всё можно совмещать. Вообще наш клуб говорит, у нас такой лозунг «Мамы могут всё» и все мероприятия проходят с малышом. То есть везде на семинары, на лекции, на фитнес. Везде мы берём с собой малышей. Это нормально, это мамина жизнь. Мы сейчас заговорили про фитнес, то есть будет и спортивная программа, да? Можно будет потанцевать, выполнить какие-то упражнения. Да, будет прям флешмоб. А переодеваться как-то специально нужно будет? Что-то нужно взять с собой? Вообще мой совет всем мамочкам вообще по жизни, по ведению тренировок, танцев для беременных, для мамочек. Одевайтесь красиво, одевайтесь так, чтобы нравиться себе в зеркало. Поэтому на фестиваль не нужно одевать джинсы, нужно одевать так, чтобы ты себе понравился. Тем более там будут фотозоны. Мамы будут звёздами, и не нужно себе отказывать. Да, мы в этот раз готовим очень много красивых фотозон, где можно будет сфотографироваться самим. Также у нас будут работать профессиональные фотографы, и с удовольствием всех будут фотографировать. Но перед этим, конечно, в бьюти-комнату можно забежать. У нас остаётся буквально три минуты, и у меня есть два немаловажных вопроса к вам. Во-первых, есть ли у вас такой живой пример, когда вы смогли действительно помочь молодой маме реализоваться, уже будучи в декрете, найти себя и не заключать, как вы говорите, себя в четыре стены? Да, конечно. Вообще, опять-таки, я скажу об этом. В рамках своей деятельности в клубе, ну и так как самой приходилось себя искать, потому что моя деятельность не всегда была связана с мамами, поэтому приходится работать с мамочками, выслушивать. Иногда тебе просто нужен человек, который тебя выслушает. Он просто послушает тебя и выскажет то, как он это видит, и то решение, которое тебе необходимо, оно придёт тебе. Поэтому мамочек настраиваю своих, которые в клубе, а многие из них пробуют себя прямо в рамках клуба проводить какие-то тренировки. У нас была бэйби-йога, например, это совсем груднички, то есть мамочка, которая была тренером по йоге для взрослых, прекрасно реализовала себя в качестве тренера для малышей, то есть у неё был малыш, её малыш, с которым она занималась дома, и помогала другим мамочкам, сейчас она консультирует, малыш растёт уже, поэтому в рамках семинаров, да, проводят. Поэтому можно попробовать себя, чем хорош наш клуб, тем, что можно попробовать, это такая вот площадка, мини-площадка для саморизации. Вообще у нас в планах сделать школу саморизации для мам, и я надеюсь, это следующий этап после фестиваля. Я думаю, это очень нужно, это очень здорово, замечательно. И я бы хотела, чтобы вы сейчас пригласили вообще всех, я думаю, что и будущим мамам не будет вредным прийти на этот фестиваль, это даже очень полезно. Давайте пригласим жительниц Владивостока на фестиваль «Мама Пати Вэлл». Мы, мамы, приглашаем вас, мамы, на второй фестиваль для мамочек, который состоится 18 сентября на территории фабрики «Зыря». Он будет проходить весь день с 19 до 18. Приходите, будет интересно. Спасибо вам большое, спасибо за то, что вы делаете. Я еще хочу сказать, что у нас есть время. Я хочу сказать, что это огромный объем работы по фестивалю. Конечно, мы бы вдвоем не справились. Нам помогают мамы. У нас есть команда мам, таких же, как и мы. Одна из них даже многодетная, и без них мы бы, конечно, не справились. Мы думаем, что в дальнейшем наша команда будет расти, и мы им очень благодарны. Я тоже желаю вам развития, побольше побед и побольше молодых мам в вашей замечательной организации. Спасибо большое, что пришли к нам. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова